Мне кажется, тут главная проблема вот в чем. И в чем кризисная полоса, и в какой момент мы переживаем сегодня, потому что всегда политический анализ должен начинаться с того, особенности момента. Мне кажется, особенности момента сегодня заключаются в следующем, что сегодня мы видим попытки президента, уже более, скажем так, очевидно, и мы можем это наблюдать, фактически переформатировать существенно, реорганизовать всю политическую экосистему Украины, которая была создана там 25, где-то начиная с приватизации появления класса олигархов лет назад, ну и вот которая просуществовала до прихода Зеленского и партии «Слуга народа» к власти, прихода, который, кстати говоря, можно рассматривать, как в определенной степени был, вот у недоверия той политической экосистеме, которая пытается сегодня переформатировать, разрушить, создать новую Зеленским. Это было, конечно, голосование против всех. Вот оно было заполнено партией «Слуга народа» и сначала Зеленским, поэтому отсюда и во втором туре такой серьезный показатель 73% поддержки. Фактически Зеленский хочет создать политическую систему с нуля, новую политическую систему с нуля, ну такой замах на Шекспира, если говорить там, скажем, из известного фильма фразу. И важно, что тут отметить, что у нас на протяжении вот этих 25 лет всегда правил правящий класс, не президенты. Президенты были первые среди равных. В лучшем случае, например, Кучма. В худшем – просто один из центров власти. Например, взять временно Ющенко. Так, тот, кто хотел замахнуться на Шекспира, или святое, на вот этот правящий класс, тот не всегда заканчивал, скажем так, хорошо. Ну, взять, например, Януковича. Это уже Порошенко, который с первого тура же выиграл президентские выборы. Сегодня все-таки это все забыли, что 53% в первом туре, что, в общем-то, хороший был задел на следующую каденцию. Поэтому сейчас вопрос стоит так. Кто у нас будет править? Правящий класс? Куда входят и в том числе олигархи, и, как правило, это олигархи? Либо править будет суперпрезидент. Суперпрезидент. Так. Верховный правитель. Там начальник страны. Это по-разному можно называть. Верховный правитель. Верховный политик. Президент – верховный политик. Ну, не случайно же вот это была, скажем, заявка из Уз Данилова, что нужна жорстка президентская республика. Там же жорстка главное. Ну, если это по типу Беларуси, так там нет республики. Надо тоже как бы по форме она или там по конституции она президентская республика. Ну, по форме. Это режим. Да, может нравится кому-то, не нравится где-то. Там, ну, давайте говорить откровенно, что это к республике не имеет очень косвенное отношение. А во-вторых, это суперпрезидентская республика по белорусской, российской и так далее модели. Разве это республика – это общее дело, а не президентская вертикаль в стиле монократии? Я специально не говорю монархия, моноархия, так, чтобы тут не вводить в заблуждение. Так, монократия. Такая власть одного или власть группы людей. Власть команды определенной, которая сгруппировалась или там сформировалась вокруг правящего лица. Так, который будет, ну, или пытается, он будет работать в силе такого ручного управления. Кстати говоря, это иногда и, скажем, выгодно и стране, потому что можно всегда маневрировать, лавировать в геополитической точке зрения и никогда у тебя не будет внутри какого-то сопротивления. Тут у тебя есть ограничения, но недостаточно условные. Так вот, об обществе. Потому что у нас общество тоже, скажем так, мы часто говорим общество, общество. Общество – это не система отношений между людьми. Отношения между людьми – это еще не общественные отношения. Общественные отношения – это когда отношения приобретают общественно значимый характер, общественно полезный характер, потому что часто отношения могут иметь и не общественно полезный характер. Так вот, у нас это общество или правящий класс, который всегда власть вынуждена была принимать во внимание, терпеть, иметь в виду, работать с ними в разного рода альянсах, коалициях и так далее. Это и олигархи, это и медиа, в том числе олигархические медиа. Это и медиа, скажем так, общественные, ну, например, которые там на гранты разных структур западных. Это и так называемое гражданское общество, и грантовые организации, это тоже общество. Это экспертные круги, это и профессиональные сообщества, предприниматели. Вот Константин Матвенко только что приводил пример сегодняшнего встречи Тимошенко с энергетическим комьюнити. Так, профессионалы своего дела, которые, ну, скажем так, могут и советом, и влиянием, кстати говоря, и лоббистскими усилиями помогать вырабатывать тот или иной политический курс. В общем, общество у нас, так, это всегда была коалиция разнородных политических сил, с которыми власть вступала в те или иные альянсы, иногда мезальянсы. Ну, и вынуждена была вот искать компромиссы, находить какой-то модус в Вивенде. Даже Кучма, который, кстати говоря, у нас единственный из президентов, который смог выиграть второй срок, или президентские выборы второй срок, он вынужден был лавировать между кланами Днепропетровским, Донецким, национально-правыми силами, народный рух тогда еще находившийся в зените, черноволовский, так, я прежде всего имею в виду, национально-либеральные силы и прочее. Так, вот так строилась в Украине и политика. В отличие, допустим, от белорусской, от российской, от азербайджанской политики и на постсоветском пространстве. В этом смысле, да, у нас демократия и система власти, и отношения власти и общества, или государства и общества, напоминала больше такой, ну, скажем так, восточно-европейский или центрально-европейский вариант, хотя, конечно же, до него надо еще дорасти, если мы не развернемся в сторону белорусского и русского сценария. То есть мы сейчас на развилке. Либо мы будем двигаться в сторону центрально-европейской модели, пусть даже не либеральной демократии, либо в сторону автократической модели. А тут другого выбора нет, потому что вот эта экосистема, которая работала 25 лет, она тоже приходит в негодность. Она тоже демонстрирует свои уже, скажем так, больше недостатков, чем преимуществ. Если любой бы, скажем так, человек, который оказался на вершине власти, вынужден тут, ну, признать это и затем действовать в соответствующем виде. Ну, что значит вот автократизация общества, так, скажу так. Это означает, прежде всего, деполитизацию общества, чтобы общество не было, оно не вырабатывало политику. Всегда авторитарные режимы, они основаны не на обществе, они основаны на отношениях между частными индивидами, которые замкнуты в своих приватных, частных интересах. Поменьше политики со стороны общества, вот лозунг, хочу так сказать, «Мое солнце», так, по-маяковскому. Но это лозунг любого автократа. Не вы вырабатываете, не общество вырабатывает политику. Мы вырабатываем политику в том или ином центре власти. Пусть это будет Кремль там, пусть банковая будет, пусть будет еще какая-нибудь. Потому что все остальные должны, ну, скажем так, просто хорошо жить. Кстати говоря, авторитарные режимы могут обеспечить иногда и экономическое, и социальное благосостояние. Бизнесу не мешать, а наоборот развивать. Но политика нет. Поэтому автократизация, так, это не общество как система отношений, а совокупность частных отношений между людьми. Отношения между людьми – это не всегда общественные отношения. Это просто отношения между приватными особами, для которых важен частный интерес. А что такое частный интерес? Жить своими какими-то, ну, скажем так, эмоциями или каком-то своим личным интересом, интересом семьи и так далее, но не общественным интересом, не политическим интересом. Так вот, что означает и дальше, если мы будем двигаться по пути автократизации? Так, это или по пути дедемократизации, или можно назвать это деолигархизацией. Так, в том, в автократическом варианте. Деолигархизация может иметь два варианта. Или автократический вариант, или демократический вариант. Вот здесь тоже придется развилку делать, и где-то власти надо помочь, подсказать. Потому что инстинкт власти – всегда действовать властью. А инстинкт общества – это всегда действовать через консенсус. Если нет консенсуса – через компромисс, через поиск коалиции, альянсов разного рода и прочее. Так вот, первое. Что такое автократизация? Это снижение роли партии. Потому что чем меньше партий, политическое общество – это и есть партии. Вот общество – это и есть, прежде всего, часть общества есть политическая часть, или надводная, или подводная, по-разному. Это как раз и есть политические партии. Снижение роли партии, партийной системы. Мы уже видим, он на большинство дает возможность, кстати, уменьшить роль партии. В парламенте, по крайней мере. Не принимать во внимание. Игнорировать. Говорить о том, что у нас есть монобольшинство и мы имеем право. Да, в общем-то, устанавливать такую диктатуру большинства, что, в общем-то, не является еще, скажем, чисто автократичным, но и к делиберативной, скажем так. К европейской демократии имеет достаточно косвенное отношение, если вообще не имеет. Дальше. Что такое партии всегда? Партии – это всегда посредник между обществом и властью. Да, надо признать, у нас партии никогда не были, партийная система, посредником между обществом и властью. Это всегда были посредники между властью и бизнесом. Потому что бизнес, видя, что судебная система не работает для того, чтобы защититься от произвола власти, любой власти, президентской и так далее, создавали партии как систему своей защиты, политического или партийного иммунитета. А разве не так сегодня? Как бы некоторые партии, мы сейчас еще вернемся к тому же, что было сказано здесь по поводу Разумкова. Вот создается такой политический иммунитет, потому что правила игры нарушаются многими, и властью прежде всего. Суды в этом смысле неэффективны. Так, мы же видим, правда, сейчас, что судебная система находится под колоссальным давлением снизу, сверху, со стороны олигархов, со стороны власти и прочих, со стороны западных наших партнеров. Поэтому, конечно же, можно идти дальше, уничтожать партии, превращать их в формальные какие-то имитационные механизмы. Ну, есть же, вот сейчас партии создадут и Белоруссия, партии создадут, и в России есть так называемые системные партии. Да, так что, и все, даже в ГДР было в свое время одноправящая партия, и пять, по-моему. Да, да, либо это, скажем, либо партии все-таки будут превращаться вот в эту часть общества. Это, в чем разница между так называемыми системными партиями и партиями, те, которые демократические. Системные партии, это партии власти, части власти, которые делегированы властью. Настоящие партии, скажем так, демократические, это партии от общества, а не от власти. Вот давайте так, у нас от общества, у нас были многие партии от олигархов. Так вот раньше, или сейчас надо эти партии делать от партии от общества, например, вот использовать опыт той же Батьковщины, у которой 20 лет, чуть больше, действительно, это пример, показательный пример партийного строительства. Не взирая на сложности, давление и так далее, и так далее, пертурбации, которые были в Украине за эти 20 лет, но это модель, как можно делать партии в супереч и административному давлению, и отсутствие, скажем так, нормальных правил игры для создания партии. Ладно, я немножко тогда забегу вперед. Вот смотрите, сейчас делает Разумков партию. Ну, хорошо, мы же не против. Но опять, как это будет делаться? Будет покупаться какая-то партия в Минюсте. Видите, и на базе этой партии будут созданы опять партии депутатов. Какие-то депутаты туда войдут, так, медийно, скажем так, раскрученные. Но, видите, не снизу идет, не с местных органов власти, а местные органы власти, это и есть тоже общество, между прочим. Я так скажу, самая нижняя такая часть общества. А опять это будет сделано сверху. Но, может, надо уже какая-то, чтобы была партийная реформа, что, может быть, Минюст уже как-то вмешался в это дело, так. Не запрещать, а именно сделать так, чтобы все-таки помочь партиям создаваться снизу, со стороны, чтобы это был тут общественный интерес, а не интерес игры, скажем так, вызванной войной элит или противостояния власти и олигархов. Знаете, плохо, когда партии возникают. Зачем как? С одной стороны, хорошо, что они возникают, дай бог, как говорится. Но плохо, что они возникают как раз в результате войны олигархов и власти, президента и отдельных олигархов. А если бы не было этой войны, так и партии бы не было. Понимаете, вот на эти сложности надо всегда обращать внимание и делать соответствующие выводы, потому что нам нужна реформа партийной системы, создание полноценного партийного общества и общества в целом. Дальше возьмем. Ну, независимая пресса, основанная на свободе слова, это тоже общество. Понятно, что есть проблема с ответственностью за свободу слова. Есть вопросы по поводу того, что есть, ну, скажем так, олигархические медиа, которые работают на частный, между прочим, интерес олигарха. Это еще не общественный интерес. Значит, давайте двигаться и в этом. Не запрещать, а развивать. Тоже дальше законодательство приводить в порядок. Конкуренцию создавать в конечном счете. Конкуренцию создавать в конечном счете. Так, потому что запретом ничего не решишь. Если есть, скажем так, проблема медиа, которые ориентируются на те или иные олигархические группы, значит, тогда надо создавать конкурентный рынок медиа. С помощью общественного телевидения, государственной политики. Не обязательно должны быть классические, скажем так, общественные телевидения. Во Франции государство влияет на редакционную политику некоторых каналов. Влияет, финансирует. Но есть пределы. Потому что главный предел – это не выйти за рамки, за красные линии, когда нарушается демократия. Все остальное возможно. Дальше идем. Вот мы видим, как сегодня, ну скажем так, идет давление на медиа. А нужно не давить, а развивать. Создавать условия для конкуренции. Дальше. На независимую прессу, на свободу тоже надо. Не мешать, а создавать. Качество. Качество свободы слова должно у нас повышено быть. Потому что не надо превращать медиа, так, в будки гласности. Когда любой может зайти и что-нибудь там сказать. Но будка гласность, я понимаю. Это как бы, народ имеет право на это. Но если мы говорим о классических медиа, которые претендуют на респектабельность и так далее, это не значит, что там должны, ну скажем так, партии Кашпировского все время вещать. Так, или, если взять медицинскую тему, что там не должны шарлатаны от медицины постоянно, скажем так, пугать или наводить ужас. Или дискредитировать ту же Ольгу Голубовскую, которая, ну, является авторитетом, вот во всей авторитетном мнении всей этой истории с коронавирусом. Дальше. Местное самоуправление, это тоже общество, я уже говорил об этом. Громады, муниципальные власти. Так, сейчас, наверное, в Киеве райсоветы, не знаю, будут или нет. Но это же важный момент. Дальше, возьмем Киев, проблема уж Киева, она же висит. Кто в Киеве должен все-таки управлять Киевом? Избранный мэр или административно назначаемое лицо верховной властью или верховным правителем? Избираемый мэр, как сегодня Кличко, или назначаемый мэр? Знаете, при всем, при всех полномочиях президента и то, что он избран был всенародно, это не означает, что можно президенту прямо вмешиваться в местное самоуправление. Так, оно на то и самоуправление, чтобы самоуправляться в рамках закона. Понятно. Но для этого надо, конечно же, вот законодательное поле, общее правовое пространство. Префекты следят за тем, чтобы избранные мэры, избранные муниципальные власти, нравится ли они, не нравится, Кличко или другой кто-то, не выходили за рамки местного самоуправления. Но это другая история совсем. А не подавлять местное самоуправление. Если вы подавите местное самоуправление, про общество забудьте. Будут либо олигархи, олигархическое общество, либо будет административно управляемое, типа общество, ну, это совокупность или механический агрегат частных интересов. Все. Общество в подлинном смысле этого слова, общественной инициативы, общественной выработки политики не будет. Так вот у меня возникает вопрос. Сюжет вступил в силу закон против олигархов, так называемый. Это действительно для Зеленского это рубеж, потому что он пришел с этим, он пришел с этим, он избирался на волне борьбы с олигархами, на волне вот этих ожиданий. Ну так вот, война с олигархами, деолигархизация, это война с олигархами или война с обществом? Понимаете, надо четко тут уже понимать, где деолигархизация, а где война с обществом? Где де-демократизация? Дальше. Деолигархизация, это автократическая модель, белорусская, русская и так далее. Или демократическая модель. Если демократическая модель, то нужно наоборот, общество взять в союзники, власть и общество, союзники по реализации политики деолигархизации. А не наоборот. Воевать и с олигархами, и с обществом. И даже тоже надо признать, что олигархические медиа тоже выполняют какую-то роль, позитивную. Это же не значит, что они тупо проводят интерес своего олигарха. Да, конкуренции мало, конкурентной политики есть, свои, скажем так, подобранные спикеры и так далее, и так далее. Но это же не значит, что все враги. Иначе просто можно, это неправильно и с точки зрения концептуальной, и с точки зрения тактической. Потому что, если вы хотите выиграть, вы должны опираться на широкую коалицию прогрессивных сил, которые есть и в олигархических, скажем так, структурах, и в муниципальном самоуправлении, и в экспертном сообществе, и прочее. Так вот, по партийной реформе я уже сказал. Вот действительно, это серьезная, назревшая история. Или там история с префектами, она тоже назревшая. В каком смысле? Слово. Потому что действительно, если не будет префекта, человека, который будет контролировать исполнение закона на местах, действительно это может превратиться не в децентрализацию, а в дефеодализацию, в создание региональных кланов и прочее. Значит, и тут надо дальше работать, а не просто думать о том, что президентская вертикаль, вот она автоматически все решит. Будет власть, ну почти абсолютная, значит тогда и будет порядок. Знаете, абсолютная власть не всегда приводит в порядок, она по форме порядок. На самом деле она просто откладывает решение проблем на потом, и это плохо получается. Вот поэтому деолигархизация, это не господство частных интересов, которые объединяются автократом. Понимаете, когда нет общества, есть автократ, и автократ, или президент, или там верховный правитель, он претендует на название носителя общественного интереса. Нет, он проводник общественного интереса. Общественный интерес вырабатывается вот в этой сложной системе партий, парламентских фракций, законодательной работы, местного самоуправления, экспертных и профессиональных сообществ, медиа. И во власти тоже. Вот так как раз в этой совокупности столкновений, притяжений, взаимосвязей, взаимоопутывания, как раз и вырабатывается общий национальный интерес. Даже президент, пусть у него там будет самый высокий рейтинг, он не может претендовать на звание быть носителем общественного интереса. Это в автократиях, в автократиях там можно поиграть в этом, но это не общественный интерес, потому что там уже общества нет. Там, где у президента 90% рейтинга, это когда-то называлось с туркменским счетом, там общества нет. Там забитые люди, просто, скажем так, подданные, а не граждане. Общество, это общество всегда граждан, а не подданных. Общества подданных нет, есть совокупность подданных, но граждан нет. Таким образом, вот то, что сейчас, скажем так, президент проводит сейчас, так, закон об олигархах уже дает возможность уже и назначать их там по решению Рады национальной беспеки, обороны и прочее. Все-таки тут должны правильные акценты, что есть нюансы, знаете, есть нюансы. Борьба с оппонентами – это одно, деоргизация – это другое, партийная реформа – это еще третье. Создание демократической политической экосистемы – абсолютно правильная вещь – это как раз и есть то, что должно всех объединить в здоровые прогрессивные политические силы, в том числе и партийных лидеров и партий, которые уже могут, ну, скажем так, поделиться и опытом своим. Так вот, как раз и олигархизация должна быть, мне кажется, главная здесь. Это убирание, вытеснение частных интересов из политики пользы общественных интересов. Но общественный интерес, вот это я сказал, как он вырабатывается. Потому что, борясь, скажем так, с частными интересами в элигархическом варианте, можно прийти к господству частного интереса президента и его нескольких, скажем так, слуг. Не слуг народа, а слуг. А мы все-таки нуждаемся в том, чтобы у нас все-таки президент оставался, и все политики оставались слугами народа и проводниками интересов общества. А они подменяли собой народ и общество.